Экономика. Бизнес. Финансы. Программа «Экономика». Даже теперь дважды в году итоги работы таких комиссий будут рассматриваться на заседаниях областной координационной межведомственной комиссии. Российские власти нашли способ понизить заинтересованность людей в серости зарплат. Премьер Мишустин предложил учитывать нелегальные доходы при определении нуждаемости граждан в каких-либо мерах господдержки. Каким образом он предлагает вычислять скрытые заработки, неизвестно. Программа «Экономика». В Кирово-Чепецке предприятие не платило месяцами сотни сотрудников. Следственное управление завело уголовное дело по фактам нарушения трудовых прав работников предприятия «Полиспен». По версии следствия, с сентября прошлого года по мае текущего людям не выплачивали зарплату. Долг перед 95 работниками составил не менее 5 миллионов рублей. Сейчас проводятся следственные действия, в том числе направленные на выплату денег. Головное дело заведено по статье «Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет. «Экономика» на 101 ФМ. На главу поселения в Кировской области завели дело за превышение полномочий. Следователи заинтересовались руководителем Михайловского сельского поселения Тужинского района. По данным Кировского следственного управления, в ноябре прошлого года бывшие сотрудники одного из сельхозкооперативов продали принадлежавшее им здание склада за 80 тысяч рублей, а деньги передали на хранение некой женщине. Глава поселения, зная об этих деньгах, забрал их под предлогом оплаты ремонта водопровода в деревне, где женщина проживала. Потратил же чиновник средства на свои нужды. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. А в завершении о валютах. Доллар сегодня 74 рубля ровно, евро 89 рублей 62 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова